Прошедший век привел к перелому всех трендов и в потреблении материалов, и в промышленном производстве вместе с техносферой, и в энергии. И самое главное, он очевидно привел к нарастающему конфликту всего этого с природой. Если это так, если очевиден такой перелом в 20 веке, а мы с вами уже сегодня живем в 21 веке, наверное правильно задаться простым вопросом. Что дальше? Что будет происходить на следующем этапе? Чего можно и нужно ждать в уже наступившем 21 веке? Надо прямо сказать, что первая мысль, ну как сложилось, пусть оно так и продолжается. Иными словами, первая мысль в 21 веке продолжить. Тренд до 20-х. Ответ простой. Это невозможно. При самом большом разбросе мнений экспертов, ученых, аналитиков, сегодня абсолютный консенсус прогноз состоит в том, что в 21 веке продление трендов 20-го немыслимо. Этого быть не может просто потому, что физические пределы существуют у ресурсов, всех видов ресурсов на нашей планете Земля. Это означает, что сценарий продолжения роста исключен такого сценария в той же динамике, которая сложилась и нам известна, и с этой динамикой мы провели всю свою жизнь. Этой динамики больше нет и быть не может. Мало того, хорошо известно, что есть очень серьезная и очень влиятельная группа ученых, которая видит картину гораздо более пессимистично, а точнее практически катастрофично. Эти люди говорят о том, что нам предстоит не просто стагнация, а нам предстоит качественно новая ситуация с радикальным сменом тренда из движения вверх в движение вниз. И это весьма серьезные люди. Это вовсе не какие-то маргиналы. По сути, я говорю о хорошо известной группе экспертов, которые в 70-х годах прошлого века создали римский глуп, Аурелия Печея, Денис Медоуз. Это команда людей, которая продолжает работать дальше, и они с серьезными расчетами и со своими аргументами говорят о том, что единственный сценарий, который нам предстоит, это сценарий близкий к катастрофическому. Ну представьте себе, здесь кривая такая условная, но по сути речь идет о том, что численность населения земного шара, вот с тех самых 7 миллиардов, которые на этой неделе будут достигнуты, к концу века должна снизиться до 2,5, 2 или даже 1,5 миллиардов человек. Это трех-четырехкратное снижение численности. Это тренд, который ни человечество, ни земной шар не переживали никогда в своей истории. Такой сценарий является абсолютно катастрофическим, с последствиями, масштабы которых пока еще мало осознан. Честно говоря, мне кажется, независимо от того, являешься ты сторонником такого подхода или противником, но что абсолютно очевидно, что все мы должны сделать максимум для того, чтобы этого не произошло. Есть дети, есть внуки. Сто лет – это не тысячи лет. Это вполне обозримый период времени. И заложить тренд с трехкратным сокращением численности населения было бы просто немыслимо, хотя ровно об этом и говорят серьезные ученые. Сформулирую суть того, о чем говорил. В моем понимании, перед человечеством, сейчас, в 21 веке, стали качественно новые вызовы, и мы, погруженные в наши текущие проблемы с динамикой развития экономики, ВВП, долгами, инфляцией, не всегда видим за пределами этой проблематики. Масштаб этих проблем беспрецедентен. Никогда раньше человечество не сталкивалось с такими проблемами. В то же время я пытался показать, что и наша страна способна внести реальный вклад в решение этих беспрецедентных вызовов. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.